Здравствуйте, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Тритенина. И сегодня я бы хотела вам рассказать об одном препарате, который мне очень помогает. Я записала несколько видео, как лечиться от головокружения и головной боли. И также, если у кого немеет рука. Да, мигрени, онемение руки, головные боли, головокружение. Если у вас есть все или почти все эти симптомы, вам сюда. Я хочу об этом лекарстве рассказать, потому что на самом деле оно мне очень сильно помогает. Когда я об этом лекарстве сказала своей хайропрактору, это по-русски, наверное, костоправ. Это не массажист, это костоправ. Она сказала, что этот препарат помогает от многих-многих проблем. Она сказала, от двухсот и более. И его можно использовать как витаминное, я не знаю, для поддержания организма. Но это также и хорошее лекарство. Называется он миклизин. Я посмотрела, на русском языке тоже встречается такое лекарство. Я живу в Соединенных Штатах Америки. Поэтому лекарства могут иметь разные названия. Что это за лекарство и как оно действует? Написано, что это лекарство, которое помогает от укачивания. Если вы едете в машине, на серпантине вас укачивает, на лодке, в поезде, где угодно. Но оно также помогает при других проблемах, как оказалось. Например, гудит в голове, головокружение, мигрени, голова кажется тяжелой, как чугунная, шум в ушах, постукивание в ушах, заложенные уши. Но вот все, что я перечисляю, это связано вот с одной проблемой головокружения и связанной с головокружением проблемы. То есть нужно не только этот препарат принимать, а нужно еще делать зарядку. Зарядку, массажи. Если вы посмотрите мои предыдущие видео, я не хочу повторяться. Там есть рекомендации, какую зарядку нужно делать и какие упражнения нужно делать вкупе с этими таблетками. Вот тогда точно поможет. Если просто надеяться на таблетки, будет либо кратковременный эффект, либо сначала будут помогать, а потом перестанут помогать. Ну, по себе могу сказать, головокружения прекратились сразу. Врач мне сказал, можно принимать по одной-три раза в день. Вот 25 миллиграммов, видите? 25 миллиграммов. На упаковке написано одну или две раз в день. Я принимаю два раза в день. Одну утром и одну вечером. Я вообще никогда три таблетки не принимала. В этом не было никакой необходимости. Попробуйте. Надеюсь, что вам поможет. Да, и посмотрите. Сейчас же на интернете можно найти все, что угодно. Посмотрите, Меклизин, другие названия, или Меклизин аналоги. Возможно, у вас в аптеке продается тоже лекарство. И еще посмотрите состав. Не поленитесь. Потому что одно и то же лекарство может иметь разное название. Написано, что у некоторых людей вызывает сонливость. У меня может быть только первая таблетка. Ну, потому что я болела. Я тогда гриппом болела, когда у меня все эти проблемы из-за гриппа начались. С головокружениями и так далее и тому подобное. Ну, то есть вместе с гриппом все это пришло. И вот до сих пор расхлебываю уже около двух месяцев. Даже больше. В общем, всем добра и здоровья и мира. Попробуйте. Побочных эффектов быть не должно. Там на упаковке написано. Ну, понимаете, любое лекарство может давать побочные эффекты. Если оно у вас вызывает побочные эффекты, не принимайте. Если вы переносите нормально, принимайте. В Соединенных Штатах продается без рецепта. То есть в любой аптеке можно купить. Надеюсь, что такое лекарство у вас тоже везде продается. И вы сможете его купить. Всем пока-пока.